всем привет знаете мне кажется у людей может кто смотрит регулярно мою прямую эфир или еще что-то возникнет впечатление что я только или и хожу целыми днями с утра до вечера в пижамке и с шухером на голове на самом деле это не так просто я выхожу не целыми днями да просто я когда у меня есть время свободное туда я надеваю пижамку и у меня шуфер на голове вот а так на самом деле я очень много тружусь по жизни сейчас и может показаться тоже людям мне кажется что я даже еще из дома типа не выходила а я уже вышла выходила из дома просто я уже поделала дела и вернулась домой вот а люди некоторые может быть только просыпается вот чипа много голову ну все пока все это был мой прямой эфир я принципе эта информация хотел с вами поделиться это шутка вам почему тебя моды когда я выхожу прям эфир выходить параллельно самой но и в прямой эфир и орать на все корни я когда выхожу приводит вообще не виду даже не проповещение смысле сейчас делаю рассказал это в прямом эфире и ты сейчас же вышла прямой эфир вообще не слушала а вот моя дочь можешь пойти пожалуй свою комнату у меня свой прямой эфир мам ты сейчас будешь параллельно орать хорошо так может 5 минут эти провести да я объясняю ситуацию люди я начну села вот села я на своей кровати сети двухъярусной кровати который невозможно не видеть что я села значит поставила этот как это на палках называется кронштейн ну или что-то типа того поставила рассказывать что я в прямом эфире и параллельно со мной заходит в комнату мама и тоже начать вести прямой эфир как начинается да мам ты не было другой комнаты проходила мимо меня еще еще прокомментировал что я говорю мам это ты вышла из комнаты включенным не надо пожалуйста снимаешь турец нет вам вот теперь я тебя прошу иди в юрину комнату или свою комнату и тоже с ними за пятиминутный прямой эфир помоги помоги бери бери пожалуйста там как ты личная кровать у меня не твоя сиротская с постельным блюдом который ты не любишь гладить и как ты не забрать свою кроватку моя звезда тебя все видят в квартире которую мать купила так мать яночка одну подожди моё солнышко послышали минуточку а ты не хочешь еще упомянуть что есть еще двухкомнатной квартирку твоя мама 64 метра шикарным ремонтом который мы сдаем и денежки ты же месяц уже третий год берешь себя в карманчик есть такое дельце сдавать мамину квартирку брать себе денежки это большая жертва хорошо а я то здесь причем дальше а есть еще у нас же доктор гробов эротическая мечта женской половины тех кто торгует медоборудованием иди в ту комнату дарами никогда оклад клава кучу хлама да я целый дядя навожу порядок а я на она жена все по фуншую это зона любви здесь должно быть две кошечки 2 ангелочка картиночка с любовью это зона любви а у нас здесь витамины и добавки мам ты можешь сейчас люди вся этом я прямой эфир счастливыми увидеть прямом эфире как всегда вот разрешила я ночь нам ты можете прибыть из этой комнаты маму я могу выйти из этой комнаты я так тебя люблю я нам маму ты можешь быть за счет чао чао давай просто мама реально есть моды выходить прямой эфир когда я в прямом эфире просто и не знаю это рефлекс у него как сразу все прямом эфире она в прямом эфире что сбила с меня мама а что я хотел рассказать хотел рассказать так получилось так что я теперь буду работать вести занятия в студии йоги в москве йога ганга значит я много лет хожу занимаюсь к преподавателю диме скандом преподавателем йоги вот и потом дима же мне предложил поехать на учительский курс вот я поехала отучилась но и все в принципе потом я просто продолжил также к нему ходить и ну сама уже начала вести занятия просто арендовывать зал то есть никакую йогу студию я не ходила во первых начале но я отправлялась резюме всякие разные йога студии когда только отучилась но я так понимаю что никому особо преподаватель йоги с очень хорошим преподавал образованием не нужен вот и самое интересное когда отправляла свои резюме я не хоть и я хотела чтобы оценили реально мое образование и меня как йога да они меня как ну если я при желании могу быть супер стильной телочкой на которых любом клюнут как бы за внешность и за там типа гибкость вот но я поняла что так реально нет шансов найти работу ну и в принципе я не стала естественно есть куча крутых фоток йога очень стильных я могла бы кучу всего про себя написать и естественно меня взяли бы тогда в какую-то йогу студию вот я отправляла просто резюме все по факту как есть и скромные там две фотографии йоги одна типа как портрет а другая там я в какой-то позе вот ими никто не отвечал ну и ладно чем я сама арендовала зал и ко мне стало ходить много людей все у меня было хорошо а потом вот этот вот дима которым я ходила занималась он открыл свою студию йоги на арбате и набирал то преподаватели и я сказала что в принципе я была бы не против там работа но если вдруг как бы если вдруг он тоже не против вот и оказалось что он тоже не против но я сказал с маленькой пометочкой что на полгода уезжаю вот но решили очень отложить этот момент на полгода вот и мне было очень приятно что когда я вернулась дима сразу мне написал мол ну чё как бы как бы это как бы то вот работать будем и я сказала что да будем только сейчас опять на две недельки уеду потом вернусь господи как меня можно терпеть вот реально ни в какой йога студии ни в какой работе мне вообще не невозможно терпеть с моими постоянными поездками вот и подбирали время чтобы мне было удобно и йога студии там у них уже не так много свободного времени вот я конечно хотела бы хотела выбрать именно дневное время то что вечерние у меня уже есть вот и выбрали вот такое время мне кажется но для меня лично она очень удобная потому что я всегда именно на это время и хожу на йогу то есть часов на 12 на час вот для меня это самое лучшее время для практики йоги нас я когда хожу на когда я хожу на групповые занятия я хожу именно на это время и к этой йога студия мне тоже очень нравится вот у них написано на их сайте по моему или в инстаграме в шапке профиль йога ганга называется и там написано значит как-то очень красиво написано смысл в том что что мы можем рассказать о себе то есть наша йога студия объединяет людей для которых йога это больше чем асана и пранаяма что-то такое вот и это реально так то есть если это действительно их лозунг то я прям в тему в этой йога студии скажем так вот и поэтому с понедельника уже следующего я начну вести занятия понедельник среда пятница в 12 15 обязательно приходите ко мне занятий кому удобно ходить именно днем а таких действительно много то есть когда я раньше работала в офисе я не понимала вообще кто ходит на дневные занятия вообще ладно я понимала рано утром какие-то герои ходят да то есть а кто ходит днем не казалось что днем вообще йога студии пустует но когда я перешла уже на другой график и у меня появился ребенок которого я отдаю сад я поможет вообще-то днем это самая движуха ходить на йогу то есть даже если ты работаешь либо сам на себя либо там два через два и так далее ты например работаешь люди два через два ты с утра встал там как-то пришел в себя поделал немножко дел о типы на йогу поехал либо многие дети ходят в школу многие дети ходят в сад да просто когда тебя нет ребенка ты вообще этот найти ты создатель ребенка тебе кажется что ни у кого нет детей и ты как-то вообще вот этот как сказать прослойку общества с детьми ты вообще не учиться она на самом деле гигантская особенно когда я начала весе грудничковое плавание это поняла вот и как раз таки я помню все время ребенка дам сан потом съезжу там куда-то по делам и потом на йогу вот поэтому приходите особенно кто уже ходит в йога гангу атаки среди вас сто процентов есть потому что я туда всех направляла приходите ко мне на занятия задавайте свои вопросы сейчас посмотрю какие уже были вопросы так я на это прекрасно спасибо лучший комментарий с мамами всегда так надо да я живу я живу в коридоре понимаете но у меня в принципе это не смущает единственное что смущает когда мама начинает в коридор наш но это как большая комната залить кучу всяких вещей и хлам там сумки пакеты тип защиту в ее комнате должно быть все хорошо альпти по коридор тип можно гримом а ничего что это моя комната именно пространство захламлять и в общем ее это очень тоже типа я вернук захламлять своими пакетами свое пространство я буду своими пакетами свое пространство рига привет мы не ругаемся вообще это не ру это не ругань яночка добрый день начала ходить на йогу оказалось что там система аштанга как вы к такому относитесь реально ли новичку освоить йогу по такой системе или лучше пойти на хатха конечно есть новички которые ходят сразу на аштангу я думаю что такие есть вот мое мнение что если это не специально куда занятия прошлом логи для начинающих я бы начала бы наверное с другого направления но хотя зависит от инструктора если инструктор если люди очень много инструктор есть время корректировать объяснять подходить то в принципе можно и ходить на аштангу в общем если нет если там прозвит потоковая практика инструктор особо там к вам лично не подходит и вы не очень понимаете что нужно делать и вам никто не помогает наверно лучше выбрать какое-то именно не динамичное направление а статику там хатха в статике либо айнгара йога да димитрий скандал очень крутой согласно вот без сахара вкуснее приходите ко мне на занятия в йога-гангу мне стало вас жалко после споров с мамой ну мне мне себя те жалко здорово возможно ли на вегетарианстве нарастить мышечную массу конечно возможно даже на сыроедней мышечную массу возможно нарастить просто как и на мясоедстве просто для этого нужно предпринимать конкретные усилия ходить заниматься в зал и должно быть соответствующее питание а хотите еще детей да хочу еще детей одного правда вот хочу еще одного ребенка конечно хотелось бы девочку но это не угадаешь поэтому планирую ну после начиная с 30 лет скажем так 30 где-то а там посмотрим и вот но я очень хочу 49 поздно 6 20 нет 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 вообще не поздно то есть я знаю я знаю многих кто начал и позже заниматься сложно начинать занятие йогой но конечно то есть йога это в принципе очень сложно вот но как бы это очень сложно и физически и психологически потому что это если вы никогда не занимались там чем-то таким каким-то духовными именно практиками то наше тело и наш мозг вообще не привыкли к таким упражнениям и соответственно тело непривычно принимает различные непривычные для него положения на начинает ныть ему хочется выйти из этих положений и там не может удерживать тело позицию нервирует вообще все это да то есть она привыкла раз-два раз-два то есть это к этому уже привыкла а просто раз оно не привыкла а где 22 нету 1 1 1 и естественно него панику мозга тоже начинается паника и вся эта паника и вы больше просто не приходите занять да если вы не перебороли эту панику короче сложно на веганстве я кстати полгода будет 24 мая до этого полтора года была на вегетарианстве господи мама вечно орет в своем прямом эфире что даже другая комната не попадет не помогает а на сыроедение из чего белка добирать нужное количество я община сыроедение было но я не очень разбираюсь белки но знаю например в орехах есть белок но вообще тема белка я не в теме вообще откуда добирать белок как-то не парюсь на эту тему как справиться с компульсивным перееданием регулярно практиковать хатха йогу правда поможет рано или поздно йогу помогает утихомирить внутренний гнев или заду задолженность на людей на раздраженность да очень вот этим йога очень хорошо работает реально у меня как раз я вот недавно обратила внимание что у меня закончились приступы гнева внутреннего как хорошо вы его назвали на это может не вы но очень название правильное да то есть раньше у меня бывали бывал внутренний гнев до последнюю не знаю последний год только его нету вот где-то так а тогда у меня прям будут просто прям дать как разъедала изнутри такие приступы были прям очень короткие но были и это прошло да мы знаем что мы с нами можно заниматься при грыжи в позвоночнике да но есть естественно какие-то позиции техники которую выполнять нельзя поэтому если вы начнете заниматься йогой скажите своему преподавателю что у вас грыжа там в каком-то деле позвоночника и он уже вам конкретно скажет как вообще с вами дальше быть и что вам можно делать что вам нельзя ли будет какое-то особое внимание вам уделять на занятия я на вырастительные масла ограничивали про при похудении ну я как бы худею уже последние 18 лет как я люблю говорить по мне не скажешь вот а растительные масла это типа пальмовое масло но я не узнала пальмовое масло может быть около 3-4 назад и не сильно но я стараюсь не употреблять под продукты где присутствует вот растительные масла но не прям просто как бы мой секрет в похудении просто меньше есть там что-то ешь уже не так важно естественно лучше больше зелени овощей и фруктов явно вы как мама категорически против гимнастики для лица нет вот видеть как ёк сижу нет нет я не против потому что я считаю вам не очень просто разбиралась в этой теме вот и есть дурацкую гимнастика для лица нефтя этом делать морщится надо а есть действительно правильно и гимнастическая лица где именно идет дать и всяки вот такие вытяжении вот такие строги то есть как бы всякие именно натяжение там али за пустая удар dang it не узнёв, действительно как бы я просто пробовала два раза вот так по 15 минут так заниматься и действительно ощущения совершенно другие Вот, но это должна быть какая-то нормальная гимнастика для лица, вот, а не какая-то дева так морщить. Короче, они категорически против паника и страх тоже убирается хатхой. Да, да, тоже хорошо убирается. Всем привет. Можно вопрос, худеет на веганстве или нет. Многие стали говорить, что ты никогда не похудеешь на веганстве. Понимаете, что веганство веганству рознь. То есть веганство, как я люблю говорить, прям хорошо придумала, ничего не скажешь. Веганство – это макароны с кетчупом и забивать с кока-колой. Понимаете, что это тоже веганство. То есть веганство – это неупотребление в пищу продуктов животного происхождения. И, к сожалению, продуктов очень много таких гадких и жирных продуктов животного происхождения. То есть на таком веганстве вы, естественно, не похудеете, а наоборот ухудшите свое здоровье только. А веганство также – это, например, съесть кучу зелени и гречку. Это тоже веганство. Вот так вот явно похудеете. То есть поэтому очень, смотря какое веганство, во-первых. Во-вторых, очень многие начинают, когда приходят на веганство, очень много начинают есть хлеба, орехов и грибов. Вот. Орехи и грибы, они не очень продукты такие легко усваиваемые, тяжелые и много всякой гадости в себе тоже в том числе содержат. Поэтому их можно есть, но не злоупотреблять. А многие злоупотребляют. Да, поэтому, естественно, вы тоже явно не похудеете, если вы будете это все есть постоянно. Вот. Что касается меня, когда я перешла на веганство… Что? Не скажи, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Когда… Что касается меня, когда я перешла на веганство, когда именно отказалась от молочных продуктов, с вегетарианства, то я похудела. Вот. Ну, почему я похудела? Потому что я стала, в принципе, меньше есть. И есть, если есть, то очень много зелени и овощей. Прям очень много. То есть я стала… Это стало основное, что я ем. Вот. И построить… И по сравнению с тем, как я питалась на вегетарианстве, на вегетарианстве я ела реально много мучного. Соответственно, тогда я еще была не очень в теме, ела много грибов. Поэтому, короче, я похудела, да. Потому что у меня правильное веганство. Вот. Но неправильно ты не похудеешь. Очень… Я знаю достаточно много веганов и вегетарианцев, которые такие в теле. Потому что, ну, как… Ну, их меньше, конечно, в теле, чем мясоедов. Но, тем не менее, они есть. Потому что они вечно жрут орехи и булки. Что такое? Ну, я могу найти две гантели отложила, которые вы выбрали. Не знаю, где. Так. Так, у вас зарегистрирован брак с Сергеем. Нет. Он не зарегистрирован. Мы вообще, в принципе, не в браке. Мы, это знаете, встречаемся. Встречаемся. Очень плотно и активно встречаемся. Яна, а если очень болит спина, когда сидишь в этой простой позе, со скрещенными ногами. Ну, естественно, она будет болеть, потому что эта поза непростая. Потому что наша спина, в принципе, не привыкла напрягаться в статическом положении. То есть она либо опирается на спину, ой, на спинку стула, допустим. Кстати, круто, что Юра все время садится в эту позу. Мне очень рада. Да, она либо опирается на спинку стула у нас, либо она очень как-то криво сидит вот так вот, да. Либо, короче, она не привыкла находиться. Прямо сидя. То есть и мышцы, те, которые удерживают спину наши прямо сидя, они атрофированы. И, естественно, когда вы так садитесь, они очень сильно начинают напрягаться, и они, в принципе, в шоке вообще, что их напрягают. Представляете, человек никогда в жизни ничего не делал, там, сколько вам лет, допустим, 30, 30 лет он ничего не делал, и тут ему говорят, все, давай, поши. Естественно, он будет в шоке, у него будет все болеть, также вот эти мышцы в вашей спине. Но если вот так будет регулярно, надо сидеть просто и игнорировать вот эти вот пазы в спине. И в результате, в результате, вам будет даже очень удобно так сидеть, потому что это, на самом деле, естественное положение, по идее, нашей спины ровно. У меня тоже болело поначалу. Даже когда я медитирую, я могу, вот я знаю, что если начинается уже боли в спине, прям пипец, в центре у меня спины боли идут, это значит 30 минут медитации прошло, я могу очень время легко отмерять. То есть, когда у меня прям вот, ну, все, это 30 минут. Веганство. Вегетарианство – это когда ты не ешь всех животных, живых существ, скажем так, редко в том числе. А веганство, когда ты еще плюс к этому не ешь все молочные продукты. Вот чем они отличаются. Конфеты – это веганский продукт. Смотри, какие конфеты. Ну, блин, ну, такие вопросы, ну, ребят, ну, включайте голову, ну, правда. Конечно, есть веганские конфеты, которые не задерживают молочку из животных. Есть обычные конфеты, смотря как конфета. Веганский продукт, который не задерживает ничего животного происхождения. То есть, если есть в конфете, допустим, какое-то молочное что-то, либо что-то, например, молочный шоколад, да, либо, например, яйцо как-то с каким-то образом в какой-то сладости содержит, то это не веганское. Если это просто конфета, там, например, сосалка какая-нибудь, я не знаю, вот этот дюшес или как это называется, сосалка такая, зеленая, карамелька. Ну, карамелька такая прозрачная, да, не с молочкой, то это веганское. Ну, как бы… Бармелад веганский, например, всем бармелад веганский. Понятно, в общем, что не задерживает животных продуктов. Можно книгу написать «Мой путь к веганству»? Ну, нет, «Мой путь к веганству» я могу написать лет через 10, может быть, потому что «Мой путь к йоге» можно, да, было бы написать. «Осталось заниматься йогой для новичков». Спасибо большое, я очень рада, что вы стали заниматься йогой. «Пришла на вегетарианство в веганстве последние полгода». Ой, я тоже полгода. «На майске съела тост с творожным сыром, после этого прыщи выскочили на подбородке за полгода, организм отвык». Да, у меня, правда, прыщи еще так и не ушли, но я знаю, что у тех, у кого нет прыщей, когда ты съешь что-то плохое, даже просто, даже не молочко, а просто какую-нибудь гадость, типа как раз-таки, не знаю, кока-колу там выпьешь, хотя она веганская, да, то у тебя какой-нибудь прыщ вылезет. Так, «Human Journey». Можно книгу написать. А, «Подтвержденные исследованиями» и т.д. т.п. Да. «Почему многое, кто занимается йогой, вегетарианцы?» Объясняю, потому что это не специально происходит. Когда ты начинаешь заниматься йогой, у тебя приходит такая тема, которая называется «осознанность». Что такое осознанность? Осознанность – это когда ты ешь, и у тебя лежит котлета, да, вот ты ешь, например, там гречку и котлетку. И до того, как ты занимался долгой йогой, да, ты, ну, котлетка, ешь эту котлетку. А после того, как ты начинаешь заниматься долгой йогой, осознанность к тебе приходит, и ты осознаешь, как эта котлетка попала к тебе на тарелочку. И ты представляешь, вот жил теленочек, потом вот он вырос в коровку, я там точно не знаю, как это происходит, но, помню, без теленочка получается коровка. Вот коровка там ела травку, а потом, чтобы коровка быстрее росла, и в ней было больше мяска, ее начали колоть всякими гормонами, и она хочет бегать по поляночке, а ее в какой-нибудь стойло заперли, и все еще колют гормонами, да, чтобы она быстрее росла, и мяса было больше. А потом, когда она доросла, ее убивают, и вот это вот мяско все там что-то с ним делают, и, знаете, получается фаршик, и из него фаршик сначала продают, потом он не продается, и из практически протухшего фаршика, допустим, делают котлетки и продают котлетки. И ты просто это понимаешь, и как бы ты не хочешь есть эту котлетку. О кето-диете ничего не слышала. Я слышала, что женщинам сеть долго на седалищных костях вредно, пережимаются венки. Ну, понятие долго очень растяжимо. Долго – это сколько? Может быть, пять часов действительно что-то там пережмется. А если вы так посетите полчаса, то ничего кроме для женщины как раскрытия таза, которое очень не помешает при родовой деятельности, ничего не случится. Какими упражнениями укреплять спину, чтобы мышцы держали? Самое лучшее упражнение – это сесть вот так на пол, например, со скрещенными ногами, и идеально выпрямить свою спину, настолько, насколько, допустим, вы это чувствуете. И просто сидеть и стараться не шевелиться. Вот просто лучшее упражнение не придумать. Плавание укрепляет мышцы спины. Конечно, если грамотно плавать, то плавание спины очень хорошо прорабатывает. Я как мастер спорта по синхронному плаванию это подтверждаю. У меня есть пост про всех преподавателей в России, которых я знаю по йоге. Я что-то не помню, есть там в Саратове или нет. Вы можете найти пост по хэштегу YN, как пишется мой ник, YN, типа океана Нирвана сокращенно, с чего начать, слитно. Там, на этом посте, я в фоточке на пляже стою еще с одной девушкой, она тоже преподаватель лёгии. И вот под этим постом все города перечислены и инструкторы. Какие продукты из рациона вегана богаты кальцием? Я вообще без понятия. Я не разбираюсь в этом. Кожа лучше на лице? Нет, не стала кожа лучше на лице. Она пока хуже, чем была до веганства. Она пока хуже. Но я, надеюсь, и верю, и жду. Диаметр камня я не подскажу, но он прям маленький. Маленькие очень камушки. Так. Рыбу тоже нельзя. Конечно, рыба тоже жить хочет. Нет, ровное положение спины – это ровное положение спины. То есть прогиба тоже не должно быть. То есть в поясничном отделе позвоночника не должно быть прогиба. То есть, наоборот, вы копчик как бы подкручиваете чуть внутрь, как вот, знаете, такое движение Майкла Джексона. Спина прямая, плечи как бы в сторону и вниз. Вот. И вытягивайтесь вверх за макушку. Но при прямой спине будут они быть расслаблены. Вот такая вот прямая спина. Спасибо. Яна, перед поездкой в Тайбе готовили торт. Неужели не хочется кусочек того торта? Вы имеете в виду этот чизки? Нет, вообще не хочется. Хочется… Я писала эти продукты, которые мне хочется. Я скучаю по брынзе и по красной рыбке вот такой сырой. Ну, я понимаю, что на самом деле это соль, да? Что я скучаю просто по концентрации соли очень сильной в чем-то. Вот. И просто в моей прошлой жизни это была брынза и красная рыбка. Солененькая. Я просто люблю все соленое. Спасибо. Вегетарианка два года почти. От яиц вы тоже отказались от каких-то убеждений или просто перешли на веганство и отказались? Я просто перешла на веганство и отказалась, но яйца, они, скажем так, они не были созданы для того, чтобы мы их употребляли в пищу изначально, да? Что из яйца изначально созданы для того, чтобы из них птенчики как бы употреблялись в цыплятки. Вот. И поэтому, да, поэтому я их не ем. Вот. Да, у меня фамилия, как у мамы, Сын Жаровская. А что кожа такая проблемная, если ты два года... Да, сейчас посмотрю. Я объясню насчет кожи. Я раньше тоже, если честно, не очень понимала, как у меня может быть такая кожа, потому что я очень веду правильный образ жизни и все такое. Но потом, перейдя на веганство и пообщавшись с людьми, я узнала очень много всего нового, да? То есть, раньше мы как думали? И я тоже так думала. Например, сморочный человек, а вот он весь в прыщах. Почему-то есть один весь в прыщах, а другой вообще без прыщей. Но у них абсолютно, допустим, одинаковый образ жизни. Там две подружки, которые все делают вместе, едят вместе, не знаю, учатся вместе, тусуются вместе, все вместе делают. Как вчера, вот, ну, вроде дождь собирается, вот. Я думаю, блин, почему я в прыщах, да, подружка моя не в прыщах. В плане, я не хочу, чтобы она была в прыщах, но просто почему. И оказалось, что есть у некоторых, то есть, у всех есть какая-то выделительная система. То есть, у нас гадости у всех внутри полно. Просто у кого-то кожа очень хорошо отвечает за выделительную систему, то есть, через кожу это выходит. Например, у меня это прыщи, да, у кого-то это может быть, там, перхоть какая-то, у кого-то это может быть, там, сильный запах пота, у кого-то это может быть, какие-то высыпания просто на коже. То есть, например, человек что-то съел не то, у него сразу где-то там какое-то высыпание. Вот. У кого-то пока какая-то другая выделительная система работает лучше, да, там, например, проблемы, там, по-женски у людей, там, не знаю, там, молочница. Вот у меня, например, тьфу-тьфу-тьфу, такого не бывает. Вот. Короче, у кого как? Кто-то болеет постоянно, это тоже выходит всякая гадость. А есть, например, люди, у которых ничего не выходит, и мы думаем, что вот, они здоровы, да. А на самом деле, человек там ведет ужасный образ жизни, он жрет все подряд, он вообще не занимается спортом, и все у него хорошо. Вот. Но оказалось, что эта гадость в нем все равно есть, и она просто как-то по-другому выделяется. То есть, и с одной стороны, конечно, это не прикольно, когда у тебя постоянно проще или там, не знаю, типа, молочница, в общем, какую-то дурацкую тему взяла. А с другой стороны, чисто эротически это гораздо лучше, если эта гадость будет как-то проявляться внутри. То есть, могут быть какие-то, не дай бог, какие-то нарастания внутри, опухоль или там, или еще что-либо, камни в почках, да, или там, где они еще бывают. Вот. То есть, гадости у нас внутри очень много у всех, кто ведет особенно неправильный образ жизни. Чем он менее правильный, тем гадости больше. Просто выделяется оно у всех по-разному. Вот. Поэтому, знаете, бывает так часто, человек жил-жил, ел всю подряд, тусил туда-сюда, и все, был здоров абсолютно. А потом, хоп, резко и умер, не дай бог. Вот. Короче, поэтому у меня просто кожа, как оказалось, очень хорошая выделительная, работает как выделительная система кожа. И, конечно, я не очень, если честно, этому рада, но, наверное, это лучше, чем когда что-то тебе вкопится внутри. То есть, поэтому, когда вы смотрите на людей, и у него прыщи, да, а у другого человека вообще нет прыщей, и у него идеальная кожа, и внешне он выглядит идеально, это не значит, что тот, который в прыщах, то он там более больной, значит, гадости в нем больше нет. Это не значит, просто это гадость, и другого человека выходит как-то по-другому. И вы, просто этого не, это не видно, прям вот так вот. Вот. Поэтому, поэтому у меня очень хорошая выделительная система, но я не святая, и я ходь на вегетарианстве, но вегетарианстве, опять же, повторюсь, это макароны с кетчупом, и запивать колу, это тоже вегетарианство, это даже веганство, да. То есть, ты задерживаешь продуктов животного происхождения, и, соответственно, эта гадость тоже как-то выходит. Я не пью колу, и кетчуп не ем, вот, но я тоже ем какую-то гадость, там, что я гадкого ем, вчера, например. Ну, не знаю, какую-то гадость я часто ем. Нету темы эфира у нас особо. Так, быстро отвечаю на вопросы. Вегетарианство дорого обходится? Да, потому что, знаете, почему-то фрукты и помидоры дороже, чем мясо. Ой, а почему? Почему мясо такое дешевое? Вам не кажется, что это странно, да? Вот мне, например, кажется, что это странно, что килограмм мяса стоит дешевле, чем килограмм, например, помидор. Нужно задуматься, что же они пихают в это мясо, чтобы оно было такое большое, такое тяжелое, а цена такая маленькая. Мне кажется, это странно. Тоже наводит на мысли, правда? Когда вы пришли к йоге? Пришла к йоге я около 10 лет назад. И у меня есть, я много раз об этом рассказывала, сейчас просто не буду, у меня есть много подробных, не много, а немного, но подробных постов на эту тему. Хэштег YN, как Яна Нирвана пишется, обо мне. YN слитно обо мне. Алкоголь вообще не употребляйте. Я могу выпить вино, немного могу выпить вина. Если честно, я бы не пила, но я пью его для того, чтобы моему окружению было легче со мной общаться, потому что им, конечно, тяжело воспринимать мой образ жизни. Ну и типа я еще не совсем отъехала, типа я могу выпить бокал вина. Конечно, это так глупо, что люди считают, что если ты можешь пить алкоголь, то это типа еще нормально, а если не пьешь алкоголь, то это типа и нормально. Но я живу не в пещере, и у меня много вокруг хороших людей, несмотря на то, что они даже могут пить алкоголь или что-то есть, поэтому я стараюсь подыгрывать им. Мама еще не уехала. Мама что-то носится по квартире и вечно в каких-то судорогах, и она еще не уехала. А через лимфовыделительную систему не работает? У меня лимфовыделительная работает, но не справляется. Наши гадостей очень много внутри, и просто все не справляется, поэтому если идеальное какое-то питание, то справляется, конечно. А если не идеальное, как у большинства, то не справляется до конца. Если руки скользят во время практики, то дело в коврике или в руках. И коврик, но в основном вы. То есть я могу так сказать, чем тело у меня, чем оно больше и дольше, и более раскрытое тело, то есть более гибкое, более приспособленное к йоге, тем вообще становится без праздницы, на чем заниматься. Но есть много ковриков, которые именно производятся так, чтобы они не скользили, и они меньше будут скользить у вас, чем, например, в ковриках, которые в зале. Которые в залах, обычно коврики, это дешевые коврики, естественно, и поэтому они не очень там такие, чтобы прям не скользящие, тем более они очень обычно старые, изюзанные и сильнее скользят. Да, я ем сладкое. Недавно сдавала анализы, все у меня, короче, супер. Недавно сдавала, то, что получала эту медкнижку для работы. Вы пьете льняное масло на голодный желудок? Нет, не пью. От какой еды омега-3 берете? Да я вообще не в курсе, от какой еды я что беру. Я не знаю. Я так не заморачиваюсь. Про кожу я только что же вещала, почему прыщи. Ну, вы не слышали, вы позже подключились. Можете, когда я закончу эфир, пересмотреть сначала, приматательный середину, где-то там я буду говорить про, почему прыщи. И именно этот вариант ответа на подобный вопрос многих восхищает. Когда мне пишут, достаточно много людей пишут, что, Яна, мне так нравится, как вы реагируете на вопросы, которые такие с подковыркой. Ну, а что вы хотите? И выдержка йога. Говорят, что в кишечнике проблемы, если лицо в прыщах. Если проблема много может быть, вообще, точнее, скажем так, проблема в кишечнике вызывает не только с лицом проблемы, очень многих проблем с кишечником, у них лицо нормальное, а проблема еще, ну, зато что-то другое, да, не нормально. То есть, в принципе, от нашего питания, которое у нас через кишечник проходит, очень много зависит проблем со здоровьем или, наоборот, отсутствие проблем. 28, мне 28 лет. Вы чувствуете физическую слабость? Есть разница в доле позаперевода на веганство? Да, есть разница, но наоборот, то есть сил гораздо больше просто вообще. Даже не сравнить, насколько больше у тебя появляется сил, чем было до вегетарианства сначала, а затем до веганства. То есть, сначала, наоборот, может быть, первый, на самом деле, всего там, месяц упадок сил, потому что мы привыкли к тяжести в желудке, которая вызывает мясо, и вот тяжесть вот этого пищеварения, и, соответственно, тебе кажется, что ты не доедаешь, у тебя нет сил ни на что. А потом ты понимаешь, да, что, на самом деле, у тебя сил гораздо больше, потому что организм тратит гораздо меньше энергии своей на переваривание тяжелой еды, мяса, молочки, и эта энергия-то остается, и, соответственно, ты куда-то можешь другое место направить. То есть я стала гораздо меньше спать, гораздо быстрее высыпаться, мне стало гораздо легче практиковать йогу, и, в принципе, у меня силы энергии гораздо больше. То есть раньше я вообще постоянно хотела спать, вот, и меньше ходила пешком. Сейчас я даже продала машину, просто мне, как бы, мне она не нужна машина, я лучше пешком куда-нибудь пройду и прогуляюсь. Слушайте, ребят, давайте, пожалуйста, не мои прыщи обсуждать, ладно? Может, с печенью, может, с головой, может, я не знаю, может, меня сглазили, может, мне нужно что-то еще сделать, как бы, я работаю над этим, не волнуйтесь. Я верю, что когда-нибудь я выйду в прямой эфир, без, прямой эфир у меня без фильтра, в сторис без фильтра и скажу, все, ребята, я вылечилась. Баранина 140-150 рублей килограмм, ну, а мои помидоры стоят 550 рублей килограмм, я же говорю, вот. У нас мясо 300 рублей килограмм, а помидоры 150 рублей килограмм. Ребята, что зависит от мяса и от помидор, да? Я говорю про самое хорошее мясо и про самые хорошие помидоры. Лосятина стоит 950 килограмм. Слушайте, ну, канина, наверное, еще дороже стоит, а человечина совсем, ну, лося есть. Просто я как бы, у нас лоси ходят в Москве, ну, они в дикой природе живут, да, в Лосином острове. И есть лося для меня, это, ну, прям, я не знаю, как есть собаку, вот, примерно равноценно. Естественно, это будет стоить дороже, потому что, прикиньте, лося вывезти и зарубить его. Это гораздо больше усилий нужно приложить, чем зарубить теленочка, да, например. Вот, как бы странно, что мой пример вообще, в принципе, приводит. Юра ест мясо, да. Я его мясом не кормлю, но другие родители, бабушки, дедушки его кормят мясом. А я, она, общаясь со специалистами, соседи ли они, соседи ли они стабилизировать выделительную систему, каким-то образом или оставлять это все как есть. У вас всегда они были или возникли вдруг? У меня всегда были прыщи, всю свою жизнь. У меня были прыщи, но я их сейчас с помощью веганства собираюсь от них избавиться. Не знаю, собираются ли они от меня избавиться, но я от них собираюсь. Я не курю. Блин, потяни свои знания в веганстве и в очистительной системе организма. Зачем, ребята? Мой блог посвящен йоге. Что касается йоги, я подтягиваю свои знания. Что касается веганства и питательной питания и так далее, я просто делюсь своим опытом. Я не претендую на то, что я как-то вас обучаю. Просто мне задают вопросы, и я просто рассказываю, как я это вижу, либо я просто отвечаю, что я не знаю. Если мне задают какой-то вопрос по йоге, то, естественно, я на него отвечаю. Если я не знаю на него ответа, то я иду и изучаю эту тему. Может, что касается питания, я сразу всегда всем говорю, я вообще не в теме. Я просто знаю что-то, что меня интересует. И если мне задают на тему вопрос, я отвечаю. Яна, где вы покупаете овощи и фрукты в Ашане невкусные? Да, я стала сейчас покупать овощи и фрукты. Правда, они, конечно, очень дорогие. Либо вот на Рижском рынке у нас хорошие продаются. Но говорю, вот помидоры это 500 рублей они стоят. Конечно, жесть, да? Вот, фрукты тоже там. Там действительно хорошие овощи и фрукты. Но когда твой основной рацион занимает овощи и фрукты, я решила, что раньше у меня просто рука за такие деньги не поднималась покупать овощи и фрукты. Сейчас я покупаю очень дорого овощи и фрукты. Но зато они настоящие реально. То есть это тайские фрукты. Не знаю откуда овощи, но хорошие. Либо Рижский рынок, либо бывает просто в магазинах каких-то. Ну, не Перетрёсток, там Ашан, а там какая-то Победа Вкуса. Вот, например, там тоже просто у меня тут недалеко от дома есть. Ой, наверное, 30 минут прошло, у меня на газе текло. Так. Да, ну окружающие, конечно, не понимают. Но я как бы об этом особо нигде не говорю. Ну, правда, на меня уже все подписаны в Инстаграме, поэтому все знают. Ну, вроде молчат, особо меня никто не трогает. В чём преимущество йоги? Преимущество перед чем? Но давайте отвечу на этот вопрос так. Что даёт йога? Йога делает тебя здоровым, счастливым и успешным человеком. Вот если вкратце, да, абсолютно здоровым, абсолютно счастливым и абсолютно успешным человеком. По-моему, стоит задуматься, что надо заниматься, начать заниматься йогой. Витаминов не пьёте? Нет, ничего не пью. Как же переходить на вегетарианство, если финансово не хватает на такое питание? Смотрите, что так же, как и обычно люди мясоеды, да, то есть мясоеды же тоже кто-то питается дешёвыми продуктами, кто-то питается дорогими продуктами, правильно? То есть, например, даже там мы берём рыбу, рыбы в обычном магазине есть какая-то очень дешёвая, а есть какая-то очень дорогая, да. И так же в вегетарианстве можно купить очень дешёвый продукт, можно купить очень дорогой. Но если выбирать так дешёвое мясоедство, либо дешёвое вегетарианство, я рекомендую переходить на дешёвое вегетарианство, да. То есть, а если вы на мясоедстве покупаете тоже дорогие продукты, то вам хватит на вегетарианстве дорогие продукты, потому что на вегетарианстве ты, в принципе, меньше ешь, у тебя, в принципе, потребность в еде уменьшается. Так, читает, вот человек на вегетарианство хочет перевести и очень много пишет. Как восполнить белок? Я не уверена, что нужно восполнять белок. Я в этом не разбираюсь, но я никак специально белок не восполняю. Мой мужчина? Нет, не веган. Да, я ем термально обработанную пищу. Кто не ест, называются сыроеды. Я ем. Так. Люди с хорошей кожей думают, что прыщи убираются хорошей умывалкой или чистой клизмой. Но это бред. Да, но я уже смирилась с этим. То есть, люди, у которых никогда не было прыщей, или там был какой-то, иногда бывает какой-то прыщик, либо были просто подростковые прыщи, они считают, что прыщи у тех, кто не... просто не следит за собой. Вот. Типа нужно купить нормальный крем, нужно нормально питаться. Вот. И тогда у тебя не будет прыщей. Ну, это смешно, конечно, да. Вот. И еще также я очень много в своей жизни побывала у врачей-косметологов, дерматологов. И когда я уже... Ну, когда я уже подросла, стала, скажем так, понаглее. И знаний у меня очень много уже по поводу кожи, прыщей и так далее появилось. Обычно, когда я прихожу к врачу, новому дерматологу, я спрашиваю, у вас когда-нибудь были в жизни прыщи? Ну, просто мне это важно. Потому что человека, которого никогда не было в жизни прыщей, и он что-то там мне начинает рассказывать, я... Просто у меня столько аргументов ему сразу в ответ, что обычно... Вот сейчас уже, да, врачи, они... Ну, просто впадают в ступор. Я говорю. Ну, вот. И чуть больше двух лет назад я нашла врача. Марина, кстати, на меня подписана, может быть, она это видит. Вот. И она тоже, короче, постоянно вся в прыщах. Извини, Марина. Вот. И Марина мне... Марина врач-дерматолог, причем очень успешный. И она мне просто сказала, что... Вот как раз рассказала эту тему про кожу. И она сказала, что просто у кого-то кожа с прыщами, у кого-то кожи нет. И те, у кого кожа, ну, уже с прыщами мы имеем в виду не подростковую, либо реально где-то вы там какую-то совсем уж фигню едите, да, то есть, а если вот как у меня, то есть все, здоровое питание, здоровый образ жизни, все хорошо, все равно в прыщи, то просто те, у кого кожа, именно выделительная система кожи вот такая вот хорошая, что все через нее выходит, просто придется всю жизнь с ней работать, чтобы кожа более-менее прилично выглядела. И она мне вот порекомендовала, как с ней работать. В принципе, ее... Два года ее лечения мне помогало. Вот, потом я перешла на веганство, и у меня в организме, естественно, поменялись какие-то моменты, и сейчас у меня снова больше прыщей, и сейчас вот я стараюсь немножко по-другому лечить. Ну, только начала лечить, но я уже вижу, что лучше стало гораздо. Боюсь ли я стать как Анжелина Джоли? Нет, я не боюсь стать как Анжелина Джоли. Если я буду выглядеть так, как она в ее возрасте после рождения трех детей, я не то, что этого боюсь, я это хочу. Я этого хочу. И Анжелина Джоли не выглядит так только потому, что она веган. Анжелина Джоли так выглядит, потому что она в принципе старается не есть и не переедать, и очень много занимается спортом. Если бы она ела все подряд, даже на веганство, она бы так не выглядела, поверьте. Я занимаюсь и преподаю классическую хатха-йогу. Вот такую, которая была написана в древних-древних писаниях разных. То есть я ничего от себя не добавляю. То есть я считаю, что моя миссия – передать древние знания людям. То, сколько много веков подряд их передают. Молочку не ем. Блин, у меня отставят комментарии, и вы смеетесь. А я не знаю, над чем вы смеялись. Видимо, над тем, что я сказала выше. Так, опять. Но все-таки тема прыщей, блин, это, конечно, прям хайп. Часто прыщи – это неизменный атрибут человека, который не хочет пускать каждого в свою жизнь. То есть это барьер человека от других людей. Это не значит, что человек дикий. Просто он избирателен. Но знаете, если бы это был действительно такой атрибут, да, прыщи, то у нас в прыщах, мне кажется, каждый второй как минимум был. То, что я, в принципе, любой адекватный человек, он избирательный и не пускает всех подряд в свою жизнь. Поэтому не работает ваша система. Детей планируют. В начале эфира на этот же вопрос, отвечая… Очень смешный комментарий про москвичку. Спасибо, да, я москвичка. Да, просто мне больше нечего ответить на вас в комментариях. Хватит про прыщи. Реально, хватит про прыщи. У нас вообще-то… Вообще-то у меня инстаграм про йогу. Я сейчас только заметила, что вы сильно похожи на вам. Ну, конечно, похожи. Человек меня родил, человек меня вырастил, воспитал. Так, я еще последние практически уже 4 года с ней живу, с мамой. Конечно, мы похожи. Так. Нет, у Слада не угомонится. Ну, давайте мы за балаки. Вот скрывать прямые эфиры. Скрыли. Так, смотрим еще. Смотрим еще. Про мудрые немножко расскажите, плиз. Давайте немножко расскажу про мудрые. Смотрите, хатха-йога есть 7 ступеней. И в этой ступени там есть асаны, про которые все знают. Там есть пранаямы, про которые почти все знают, дыхательные техники. Там есть крии, очищающие техники. Там еще есть медитация, про которую все знают. И там еще есть мудрые, про которые мало кто знает. Но мудрые – это такая же неотъемлемая часть в йоге, как и все выше другое перечисленное. Что такое мудрые? Мудрые дословно – это переводится как жест. Но жест – это не только руками, но еще это жест тела. И это, скажем так, более глубокая практика по проработке потоков в энергетических каналах. То есть, когда тело уже очень хорошо раскрыто, тело и ум чистые, то вы можете начинать работать с мудрыми. Мудрые – это очень многие мудрые похожи как просто на асну, какое-то положение. Просто там еще нужно определенное дыхание, задержками дыхания, определенная концентрация на чем-то и замки. То есть, мудрые – это сложно, очень сложно. Иногда у меня был в Москве семинар по мудрам. У меня бывают занятия с мудрыми, классы йоги с мудрыми. Вот, кстати, нужно, наверное, в ближайшее время организовать. То есть, мудры – это как? Они похожи на асаны, какие-то другие мудры похожи на медитации, но такие вот это более, скажем так, глубокая проработка тела. Но если тело еще не раскрыто, и если еще вы грязные и внутри, и снаружи, то пока с мудрыми работать рано. Вот, немножечко рассказала. Я люблю очень мудрые. Я жду лета, у моей мамы плантация овощная, надеюсь, на весь год. Да, слушайте, я тоже жду лета. У меня нету плантаций, но все равно с чужих, скажем так, плантаций мне что-то перепадает. Вот, я очень этого жду. Настоящий поесть из земли морковку, зелень, ягоды. Я обожаю кружевник, прям моя любимая ягода. Очень тоже жду. А еще мне инструктор по йоге говорил, что когда я езжу растительную пищу, тело и мышцы более гибче. Да, конечно. Слушайте, а я вообще не опаздываю, куда мне нужно? Сейчас посмотрим. Да, конечно, гибче, потому что у нас очень много... Выводятся всякие, знаете, там соли, всякие застой, там, например, между суставами. Вот у меня было так, в тазобедренных, коленных суставах соли явно там застоялись. Вот, и тело гибче, как раз становится. А, нет, мне еще не пора, поэтому я еще могу с вами поболтать. Привет. Так, что тут у нас еще? Так, а можете посоветить хорошего астролога или экстрасенса? Слушайте, ну я иногда там рекламирую хороших астрологов. Вот, только их могу посоветовать, сейчас уже не помню кого. Вот, так нет, так не могу, так на вскидку сказать. Соевую продукцию употребляете, в частности, мясо соевое? Соевое мясо нет, не употребляю. Соевую продукцию тоже особо не употребляю, мне она не очень нравится. Вот, но бывает, то есть, например, там, ну это обычно бывает как, либо я где-то, то есть в каком-то, может, ресторане там что-то соевое с чем-то принесут. Вот, но вот так сама, чтобы нет. Мне как-то вот эта вот тема соевая как-то, знаете, инстинктивно, мне она не нравится. Яна говорит о том, через что прошла сама. Да, Господи, что вы к этой усладе привязались? Если бы так я ко всем привязалась, как к усладе, то не хватило бы ни на что времени. Про кшалану нет, не делаю. Хотя, хотя, хочу попробовать, хотя, хочу попробовать, но это очень серьезная техника, и нужно быть, во-первых, к ней подготовленным, во-вторых, ее нужно делать под наблюдением, особенно в начале своего пути, вот, под наблюдением, скажем так, специалиста или человек, который в этом разбирается. У меня такого человека нету, но я скоро поеду в Индию, но не скоро, осенью, может быть, там мы сделаем эту про кшалану. Спасибо за комплимент, Бородина64. Я, вот, а я, знаете, просто у меня это, ну, вот так, так лучше. Я просто села, тут у меня кровать красивая, там какой-то бардак. Мама же меня переместила в свою комнату. Вот так. Так. Еще штору откроем. Вот. Да, про ищи-то вообще, вот, вот я вам отвечаю, если написать пост про про ищи, то все это, просто 200 комментариев. Ой, мы уже час с вами, ничего, сейчас уже закончится эфир, мне просто там обратный отсчет идет, когда час уже в эфире. Нет, кофе я не пью, но я не пью, я никогда не пила кофе, то есть, у меня, в принципе, не принято в моей жизни, то есть, для меня кофе не существует, как и сигарет изначально. Так. Возможно ли развить гибкость во взрослом возрасте? Конечно. Просто очень возможно. Как наш прекрасный мужчина Юрий? Ваш прекрасный мужчина Юрий находится сейчас в детском саду. Он весел, он бодр, у человека жизнь удалась. Так еще и сегодня мы с ним поем в парк Горького. Надо мне с ним там сфотографироваться и выложить пост, а то мне уже столько злостных комментариев пишут, что я забила на своего ребенка. Люди такие странные, они думают, что я в Инстаграме выставляю всю свою жизнь. Если я чего-то не выставляю в Инстаграме, то, значит, этого в моей жизни не происходит. Вот. У Юрочки все прекрасно. Он бодр, весел и счастлив. Вообще, очень позитивный у меня ребенок получился. Видимо, пошел в меня. Да никто маму не обижает, попробуй обидеть маму. А мне помогла найти свое предназначение регулярная практика хатха-йоги. Яночка, снимите видео, как научиться стоять на локтях вертикально. Вот так вот с бухты-баракты вы не научитесь. Нужно регулярно практиковать хатха-йогу, чтобы раскрыть все свое тело, тогда получится встать на локтях. Все, осталось 20 секунд. Спасибо всем за эфиры. В физической философии феи.